МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте и в этом выпуске. Интрига славянского базара близится к развязке. В фестивальном Витебске сегодня второй конкурсный день у молодых исполнителей эстрадной песни. Вместо каникул стройплощадка. Сотни студенческих отрядов этим летом помогают сельскому хозяйству. С подробностями Вячеслав Комиссаров. В преддверии нового учебного года. С этого дня в Беларуси начинаются расширенные продажи школьных товаров. На учебный шопинг вместе со школьниками отправилась Илона Волынец. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей началось сегодня в Беларуси. На места в парламенте могут претендовать представители политических партий и трудовых коллективов. Еще один способ выдвижения это сбор подписей избирателей. Для этого потенциальный претендент должен не позднее 19 июля подать в окружную избирательную комиссию заявление о регистрации инициативной группы и список ее членов не менее 10 человек. К слову, сборщикам нужно получить не менее 1000 подписей избирателей. Выдвижение кандидатов в депутаты продлится по 13 августа. После регистрации претендентов стартует агитационная кампания. Основной день выборов 23 сентября. Страсти на славянском базаре в Витебске накаляются. После первого конкурсного дня исполнитель эстрадной песни белорус Евгений Славич вошел в пятерку сильнейших. С композиции «Берега» он набрал 88 баллов из 110. Лидерами первого дня стали Бобан Майсовский из Македонии и Саманта Тина из Латвии. У обоих исполнителей по 93 балла. Молодые таланты на сцене летнего амфитеатра пели песню на родном языке под фонограмму «Минус один». Всего в этом году за победу борются 20 исполнителей из 20 стран. В сегодняшний день расставят все точки над «и», а может внесет еще большую интригу. Конкурсанты споют эстрадную песню на одном из славянских языков в сопровождении Национального оркестра Беларуси под руководством маэстро Михаила Финберга. А вечером в летнем амфитеатре пройдет праздничный концерт, посвященный 25-летию коллектива. На сцену выйдут белорусские и российские исполнители. Для любого музыканта и певца участие в любом концерте – это большой праздник. А уж тем более с замечательным оркестром, с замечательным дирижером, с которым мы только изредка встречаемся в Москве, также на больших праздниках. Это действительно подарок и, можно сказать, такой большой отчет. И сегодня на Славянском базаре День союзного государства. О перспективах его развития говорил госсекретарь Григорий Рапота. Так, на предстоящем союзном совмине, который пройдет в Минске 18 июля, будут рассмотрены концепции четырех новых программ. Планируется обсудить перспективы развития сельского хозяйства, торгово-экономических отношений и укрепления приграничной инфраструктуры. Вопросы повестки дня, да, они достаточно отработаны, они достаточно согласованы. Но мне бы хотелось как-то неформально поговорить и о вообще будущем союзного государства, о том, как оно будет развиваться. Основные перспективы, что двигаться вперед. Вы знаете, у нас же есть там ряд магистральных таких путей, с которых сворачивать просто нельзя, да. Это вопрос формирования единого экономического пространства, это вопросы социальные, там у нас очень много еще нерешенных проблем, потому что решение некоторых задач, такие общих, скажем, ну вот, скажем, пересечение границы, возможно жить там, где вы можете жить, и там, где хотите брать, работать там, где вы можете работать. Информация для водителей, пункт Григоровщина на белорусско-латвийской границе закрывается на реконструкцию на три месяца. В это же время пункт упрощенного пропуска Плюсы в Брасловском районе будет работать три дня в неделю. Однако пересекать границу здесь могут только жители приграничей Белоруссии и Латвии. Остальные попасть на территорию соседней страны смогут лишь через пункт пропуска Урбаны. На Китай и Японию обрушились мощные ливни. Так, на востоке, юге и юго-западе Поднебесной введен голубой уровень паводковой опасности. Все службы приведены в повышенную готовность. В любой момент может начаться эвакуация населения. По последним данным, жертвами наводнений и оползней стали 11 человек. Около миллиона пострадали. А в Японии приказ об эвакуации получили 400 тысяч человек. Бедствие из-за непрекращающихся ливней терпят жители острова Кюсю. Многие реки вышли из берегов. На улицах городов бурлят мощные потоки. Затоплены первые этажи зданий. Стихия уже унесла жизни 22 человек. 8 числятся пропавшими без вести. Частично повреждены ключевые автомагистрали. С перебоями работает и железнодорожный транспорт. В пострадавших регионах ведутся поисково-спасательные мероприятия. На западе Непала в ДТП попал автобус. Паломниками погибли 35 человек. Известно, что водитель потерял управление, из-за чего автобус на большой скорости съехал с трассы и упал в канал. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Паломники направлялись для участия в религиозном празднике. Всего в момент ЧП в транспорте находилось 120 человек. На месте ДТП продолжаются спасательные работы. Во Франции двое молодых альпинистов были найдены мёртвыми на Монблане. В пятницу группа четырёх человек отправилась на восхождение, но поднялся сильный ветер. Двум альпинистам удалось спуститься в долину и позвать помощь. Поиски продолжались почти сутки. Обнаружить замёрзшие тела спасателям удалось лишь в субботу вечером. Молодой человек был испанцем, девушка-полячкой. Отмечу, что за последние несколько дней это уже второе ЧП на Монблане. 12 июля снежная лавина накрыла группу из 28 альпинистов. Девять человек погибли, более десяти получили травмы. В Мексике арестовали одного из самых разыскиваемых властями США преступников. Скрываться от полиции Винсенту Легренду Уолтерсу удавалось на протяжении 24 лет. Его обвиняют в похищении людей, убийствах и торговле наркотиками в американском городе Сан-Диего. На данный момент он находится в городе Мехико, откуда его должны будут экстрадировать США. К МКС несколько часов назад с Байконура отправилась новая международная экспедиция. Космический корабль «Союз» уже вышел на расчетную орбиту. Экипаж чувствует себя хорошо. В его составе россиянин Юрий Маленченко, американка Сунита Уильямс и японец Акихито Хошиде. До Международной космической станции они доберутся примерно через два дня и сразу же приступят к работе. Вместо каникул – стройплощадка. Сотни студенческих отрядов этим летом помогают сельскому хозяйству. Молодежь работает не только на благоустройстве населенных пунктов, но и возводит целые молочные товарные комплексы. Что такое современный стройотряд, выяснял Вячеслав Комиссаров. Анатолий в стройке такого масштаба участвует первый раз. После окончания учебного семестра в Мстиславском строительном колледже начался новый учебный этап – трудовой. Чтобы лето провести с пользой, парень решил записаться в стройотряд. Производим земляные работы, бетонные, выставляем опалубку. Приходится это в будущем для моей профессии. Сегодня в Мстиславском районе работают 9 подобных отрядов. За выполнение работы студентам вполне реальные заработки. Например, если эту ферму сдадут вовремя, то каждому молодому работнику обещают около 8 миллионов рублей. Отсюда стимулы и определенная ответственность друг перед другом. Планируем за месяц установить ферму, но стараемся, чтобы быстрее возведение стен будет от нас зависеть. И как ферма там дальше построится. Чем быстрее сделаем, тем лучше. Такой скорости в хозяйствах только рады. Тем более, что качество работы от этого не страдает. Так, например, в СПК Мушино студенческий десант в этом году уже успел показать свою роботоспособность. Благодаря помощи студентов здесь строительство фермы планируют завершить даже раньше сроков. Была команда с понедельника начать эту работу. Ее начали именно в понедельник. 20 минут, полчаса, час на все эти были приготовления. И начали ложить бетон. И сегодня уже видно работа. Толк есть. Потому что, ну, во-первых, ребята оказывают помощь СПК. Во-вторых, они нарабатывают какие-то навыки или закрепляют их, приобретенные колледжи. Вот вот здесь у нас строительный отряд, они гидромиллиораторы. Но все равно им жизнь где-то пригодится. То есть, как делать бетон, пропорции какие. Значит, это работа с нивелиром. Они строят планы на будущее. Многие ребята с этого отряда собираются поступать в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. В этом году только в Могилевской области трудится около 300 строитрядов. Почти 7 тысяч учащихся и студентов. Более половины из них работают на строительных объектах. Помогают возводить новые и реконструировать старые молочно-товарные фермы. А в конце лета, по итогам всех выполненных работ, по традиции будет определен и премирован лучший строитряд. Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область. В преддверии нового учебного года в Беларуси началась расширенная продажа товаров для школьников. Всего по стране будут работать более 200 базаров, которые порадуют широким ассортиментом одежды, обуви и письменных принадлежностей. На учебный шоппинг вместе со школьниками отправилась наш корреспондент Илона Волынец. Перед предстоящим учебным годом супруги Шелик волнуются даже больше, чем их дочка. Маленькая Даша идет в первый класс. Покупку школьных принадлежностей родители решили не откладывать на конец августа. «Закупили обложки, пеналы, ручки. Сейчас выбираем рюкзачок какой-то. Выбор очень хороший. Надеемся, что все сегодня купим». В уголке для первоклассника даже есть небольшая подсказка для родителей. Перечень самого необходимого, что понадобится ребенку в школе. «Появились такие новинки, как восковой пластилин, новые папочки разнообразных моделей световой гаммы, также акварель, гуашь, что поднимет настояние первоклассникам, поможет собраться на счету». А вот Леша и Ваня ведут себя по-взрослому. Знают, что маме сложно одной выбрать им костюмы, поэтому активно ей помогают. Охотно примеряют пиджаки один за другим. «Меня зовут Ваня. Я пришел сюда, чтобы выбрать костюм». Кстати, новинка этого сезона – в помощь юному математику. Белорусские дизайнеры разработали модель пиджака, на подкладке которого сделали вставку с формулами и таблицей Пифагора. Всего в ассортименте более 300 моделей школьной формы, как для девочек, так и для мальчиков. «Родителям обойдется одеть девочку к школьному сезону. Это юпочка, блузочка и пиджачок от 300 тысяч. У нас есть модели до 600. И мальчика мы можем одеть в нашем отделе от 300 тысяч тоже до 600 тысяч. Это костюм для мальчика, плюс сорочка для мальчика, плюс галстук для мальчика. Это школьные формы на все вкусы, на все размеры. Все такое современное, модное». Помимо постоянно действующих школьных базаров, по всей стране будет дополнительно организовано около 600 ярмарок в выходные дни. Многодетных семей во многих магазинах ждут скидки. Учебный шопинг также будет сопровождаться развлекательными программами для детей, розыгрышами лотерей, вручением подарков. Школьные тетрадки и дневники в этом году украсят эмблемы года книги и Дня белорусской письменности в глубоком. Также на школьных принадлежностях будут указаны памятные юбилеи классиков белорусской литературы. Илона Волынец и Максим Сацукевич, телекомпания СТВ. В эти минуты готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя» и вот некоторые ее темы. Абонент недоступен. Остаться в живых. Чужой беды не бывает. Надежда Бука. Кубань. Возвращение к жизни. Жаркий июль. Кто зарабатывает на высоком градусе? Анастасия Корниенко. Горячий бюджет. Ледовые площадки не стали закрываться на лето и тоже решили заработать на жаре. Звездный десант. Белая Велевская куща. Культурная олимпиада. У нашего славянского базара многому можно научиться. Кому достанется титул лучшего голоса? Яна Шибко. Бессонные витебские ночи. В ближайшие дни Витебск будет жить в безумном, но уже привычном за годы фестиваля в праздничном ритме. Эти и другие наиболее заметные темы уходящих с 7 дней в итоговой программе недели с Игорем Позняком в 19.30. О новостях спорта расскажет Роман Стронгин. Заходите на наш сайт tv.by. Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии 290-6600 и по мобильной связи 1-600-700. Приятного вечера. Оставайтесь на канале СТВ.